Здравствуйте! В студии Лилия Анн. В эфире программа «Воронеж. События. Факты. Итоговый выпуск» на этой неделе. Сегодня в программе. 1 июня в России – День защиты детей. По всей стране прошли приуроченные к этой дате акции и мероприятия. Освоенный грант. В поселке Масловка установили новую детскую площадку. Общественный транспорт в Воронеже – худший в России среди городов-миллионников. Как выжить представителям малого и среднего бизнеса в современных условиях? В России стала обязательной маркировка молочной продукции. В Воронежской области резко ухудшилась демографическая ситуация. Сто лет без ремонта. Жители дома на улице электросигнальные столкнулись с черствостью чиновников. В Воронеже в рамках проекта «Томсойерфест» будет отреставрирован столетний дом на улице Помиловского. 30 мая в Воронеже торжественно открыли народный магазин «Галла Март». 1 июня в России прошел День правовой помощи детям. Всероссийская акция приурочена ко Дню защиты детей. В этот день в ходе горячей линии специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра ответили на вопросы граждан о том, как защитить имущественные права несовершеннолетних. В рамках акции «День правовой помощи детям» эксперты рассказали о тонкостях совершения сделок с недвижимостью, о том, как проверить недвижимое имущество перед покупкой и кто вправе представлять интересы несовершеннолетнего при получении государственных услуг Росреестра. Галина Жукова, 41 канал. В микрорайоне Масловка на улице Совхозная с помощью гранта, выигранного территориальным общественным самоуправлением накануне Дня защиты детей, установили новую детскую площадку. Улица Совхозная находится на территории бывшего совхоза Зареченский, отсюда ее название. Когда-то предприятие славилось клубникой. Для его работников и были построены двухэтажки. Благоустройством территории местных дворов долгие годы никто не занимался. Играть детям с улицы Совхозной было особо негде. Никаких песочниц, площадок, горок и прочих развлечений. Те, кто постарше, слонялись без дела по дворам и улицам. А мамам с малышами негде было даже посидеть. С 1982 года я здесь, в школу здесь ходил, в Таврово. Площадка у нас была такая, ну раньше в лесу была площадка, и в волейбольное поле было раньше. Я очень рад, что так облагородили, тоже буду принимать участие. Сейчас в микрорайоне детей проживает много, а пойти поиграть было им некуда. Вспоминают былые трудности местные. В управлении Бережного района подсказали создать территориальное общественное самоуправление и подать заявку на участие в гранте. В Масловке-Никольском граждане достаточно активны. Уже создано 23 ТОСа, в Никольском – 11. Проектов много, но чаще всего жители выбирают благоустройство во дворе детской зоны. Я видела, что здесь нет абсолютно благоустройства, нет абсолютно зоны для отдыха детей, занятий спортом и так далее. Буквально вот с осени начали, вот этой весной продолжили работы по благоустройству, выиграли конкурс грантов, поэтому удалось создать такую зону хорошую. Сегодня местный Масловский дом культуры для ребят устроил праздник – Ко дню защиты детей. Учитывая будний день ребятишек немного, многие в школе и детском саду. А теперь прилипаем с пинчами. Теперь давайте приклеиваться с животиками. Сами все писали, сами все заполняли, консультировались, потому что для нас это впервые было. И, конечно, это было сложновато, но все-таки мы справились с этим, с помощью всех. Сильная очень группа инициативная, люди отзывчивые. То есть вот нужно было собрать средства для того, чтобы организовать площадку. Люди несли средства, то есть они верили в проект. Самое основное – это то, что дети, понимаете, для детей – это веселье, это искорка в глазах. Ну, ради этого стоит жить. Часть средств на площадку граждане собрали сами. Всего 147 тысяч рублей. Остальные 300 тысяч рублей выиграли с помощью гранта. Этих денег хватило на то, чтобы обустроить двор. Поставили качели, карусели, домик и спортивную площадку. Соседи все дружные, говорит Любовь. Оборудовать площадку выходили всем двором. Есть и планы на будущее. Хотят и сцену, и альпийскую горку во дворе устроить. Инициатива не наказуема, она поощряема. Жители совхозной улицы заявили о необходимости благоустроить дворовую территорию, и дело решилось. Общественно значимые проблемы решаются быстрее, если о них грамотно заявлять. Олеся Лисюк, Сергей Дрифонов, 41 канал. Общественный транспорт в Воронеже эксперты признали одним из худших в России среди городов и миллионников. Согласно рейтингу, столица Черноземья оказалась на 63-м месте из 76 возможных. Вопросы обновленная маршрутная сеть вызвала и жителей улицы Землячки. Тему продолжит Галина Жукова. Чужие здесь не ходят, так же, как и общественный транспорт. Аккурат с 1 мая, когда в Воронеже обновили маршрутную сеть. Теперь район Памоэц в Атрошке местные жители с горькой усмешкой называют последним местом ссылки. Поставили остановку, ну а бы какую остановку. И, значит, ходил автобус 52-й, АВ ходил. Ну, хотя бы ходил утром два рейса, до работы люди доезжали. И вечером тоже автобус забирал. Но потом, как вот пустили 47-й маршрут до Химопторга, все это автобус убрали его. И сейчас нам вообще оттуда выйти, выехать невозможно никак. Но 47-я маршрутка сюда не доходит. Пешком до конечной остановки Химопторг идти еще с километр. Для пенсионеров, которые в основном бывшие железнодорожники, это настоящая пытка. На работу иду 3 километра ровно туда, 3 назад. Иду, машины ездят очень, очень страшно. Тротуаров нет. Иду, они друг перед другом на обгон идут. Вот я иду по дороге, 3 рядом, идут, несутся. Сумка у меня же вот так ветром качанула. Это хорошо. А если бы мне голова от них закружила, я бы упала, и все. И кто виноват? Никто. Проблема еще в том, что здесь очень оживленная трасса. Сейчас по улице землячки сделали новую дорогу. Вот утром поток машины. Просто пешком идти невозможно. Нету вообще никакой инфраструктуры. Нету даже тротуарной дорожки, чтобы людям пройти. Все идут по проезжей части. И вот у нас беда. К нам не ходит никакой транспорт сюда. Старожила рассказывает, что так было не всегда. В былые времена работников путевой машины станции развозил служебный автобус. Зато сегодня они ощущают себя, как на необитаемом острове. Как последнее место ссылки. Ни магазина. Негде купить. Ни хлеб, ни молоко, ничего. Еще и автобуса нет. Трассу эту открыли. Невозможно выйти. Мусор через дорогу перенести. Машина за машиной. Так и обгоняют. Думаешь, сейчас попадешь под колесо. Кошек, собак попередавили. Это не счесть. Такое ощущение, что про нас просто забыли, говорят жители улицы землячки. Переписка с чиновниками пока ни к чему не привела. Хотя обещаний они услышали много. Эта остановка здесь – вершина благоустройства. Как депутаты выступают, приедут нас агитировать. Мы вам пустим. 25-й автобус ходил до алюминиевого завода. Сколько нам обещали сюда. Здесь была аллея березовая. Все вырубили. Сделали кольцо, чтобы автобус. Так он сюда не пришел. И так же сделали нам для маршрутки кольцо. И одна маршрутка сюда не заходит. Ну что, у нас многие продают здесь квартиры, потому что нету ни магазина. За так отдают. Чтобы добраться до цивилизации, приходится идти по народной тропе через железную дорогу. Как взрослым, так и детям. Несколько лет назад автобус, который развозил школьников, убрали по причине нецелесообразности. А вот о безопасности людей подумать забыли. Ходить сюда, вот за поворот, за линию, очень тяжело. Особенно мне, старый человек. Да еще и после двух инсультов. Надо хлебушка, надо молочка. Пойдешь ведь, надо набирать и идешь. А там еще через рельсы прыгаешь. А у нас дети ходят так же. У меня внучка учится. Вот ездит каждое утро. Идет в отрошку. Здесь куст стоит. Страшно. Вы знаете, у нас там и пьяные валяются. И железная дорога. Они же все в наушниках. Сколько раз, говорю, вынь ты эти наушники. Ты идешь, не слышишь, поезд едет. Ну неужели так тяжело эту маршрутку? На наш запрос в мэрии пояснили, что продление маршрута 47 до остановки Заячьей Поляна по старой схеме автобуса 52АВ является нерентабельным из-за отсутствия пассажиров. Однако жители просят пустить к ним общественный транспорт хотя бы несколько раз в день, как это было раньше. Галина Жукова, Александр Панин, 41 канал. С начала пандемии в Воронеже прекратили свою деятельность более 6% индивидуальных предпринимателей. О том, как выжить представителям малого и среднего бизнеса в сегодняшних непростых условиях, узнавала Галина Жукова. Экономический кризис, который спровоцировал коронавирус, стал настоящим испытанием на прочность как для населения, так и в целом для предпринимательского сообщества. В этом списке не стало исключением и Воронежская область. Из-за ограничительных мер многие предприниматели просто разорились. До пандемии это была цифра порядка 85 тысяч предприятий МСП. Сейчас же мы насчитываем порядка 83 тысяч. Понятно, почему предприниматели закрылись. Я считаю, что 2000 предпринимателей малого и среднего бизнеса – это серьезная цифра. Негативные последствия весны 2020, когда предприниматели были вынуждены приостановить свою деятельность, не обошли стороной и Наталью Личман. Такая сфера деятельности, как общепит, где трудится предприниматель, вот уже 25 лет, в период пандемии была на грани закрытия. Но после ограничений, когда общепит работал только на вынос, выстоять все же удалось. Если раньше мы ограничивались каким-то количеством услуг, а теперь мы стали эти услуги развивать, и более того, мы не поленились, мы прошлись по всем близлежащим улицам. Мы листовки разложили, что вы можете у нас заказать на вынос и воспользоваться нашими услугами. Мы рабочие места сохранили, и никто от нас не ушел. Работаем трудно, но работаем. Усилия Натальи Михайловны не прошли даром. В связи с празднованием Дня российского предпринимательства она получила благодарственное письмо от главы региона, как представитель Воронежского объединения предпринимателей. Тоже был положительный момент в кризисе пандемии. То есть никогда раньше такого диалога власти с бизнесом не было, на самом деле. Эта пандемия подтолкнула выйти на новый уровень предпринимателей и власти. Поэтому я надеюсь, что этот диалог продолжится. Я надеюсь, что взаимодействие продолжится, и предприниматели будут услышаны гораздо больше, чем в прошлое время. Но говорить о том, что сегодня предпринимателям стало гораздо легче жить, не приходится. И даже те меры, которые были озвучены правительством на федеральном уровне, работают не всегда и не везде. Так, в среднем, трое из десяти представителей малого бизнеса наиболее пострадавших отраслей не смогли получить ежемесячную денежную компенсацию за свой простой в размере 12 тысяч рублей. Господдержка, ну мы хотели бы, чтобы господдержка была более эффективна, поскольку она, господдержка касается только нескольких направлений, не всех предпринимателей. Предприниматели говорят, что их постоянно испытывают на прочность, поскольку правила игры все время меняются. Сегодня исполнение федеральных законов требует от них немалых финансовых вложений. Молочка у нас, вот штрих-коды надо на молочку ввести. Это очень тоже сложно, очень затратно. И даже производители мороженого, допустим, не знают, что делать, поскольку у них сейчас сезон, им бы подработать, чтобы как-то выжить зимой. А получается, что они должны вкладывать, чтобы исполнить этот закон. В общем, чтобы предпринимателям выжить в сегодняшних условиях, требуется хотя бы им не мешать. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. Маркировка молочной продукции стала обязательной с 1 июня. Это означает, что теперь на упаковке будет указан специальный штрих-код, позволяющий отследить путь товара от завода до покупателя. В сентябре 2021 года такой штрих-код будет уже на любой молочке. Со сроком годности более 40 суток. Производители импортера сыров, мороженого теперь в обязательном порядке. Наносят марки, вводят товар в оборот и передают сведения об этом в систему цифровой маркировки «Честный знак», которая контролирует передвижение всей промаркированной продукции. В сентябре обязательная маркировка будет наклеена уже на всю молочную продукцию. Со сроком годности больше 40 суток. Процесс будет поэтапным. Минимум он займет три года и закончится в 2024 году. Каждый товар будет идентифицироваться специальным неповторимым кодом DataMatrix. Он отличается большой емкостью и высокой степенью защиты. Один DataMatrix будет стоить 50 копеек без НДС. Его цена заморожена на 15 лет. Все расходы за маркировку несет производитель. Штрих-код будет нести информацию о номиновании производителя, дате изготовления и месте выпуска. Цель маркировки – обеспечить покупателей безопасными продуктами и сделать рынок прозрачным. При этом новыми правилами продажи недовольны все участники молочного рынка. Для нанесения новых знаков не готово оборудование. На некоторые типы упаковок код вообще невозможно нанести. Производители будут вынуждены переоборудовать производство по подсчетам. На все это придется организациям потратить до 45 миллиардов рублей. Это больше всей прибыли отрасли за год. Как итог, продукция подорожает, а люди будут реже есть молочку. Проверить качество продукции любой человек сможет в бесплатном мобильном приложении. Честный знак – если маркировки не будет, товар придется вернуть. Реализация продукции без специального штрих-кода грозит штрафом до 300 тысяч рублей. Я пенсионерка, у меня пенсия 11 тысяч. И плюс на мои болячки 5 тысяч у меня уходит ежемесячно только на таблетки. В большинстве своем приходится экономить, конечно, на еде. Что попроще, подешевле. Ну и, конечно, на качество тоже смотрим. Наверное, что-то добавится, какая-то цена. Естественно, минималка пенсии у меня не хватает. Только на еду. А коммуналка, если бы не муж, я не знаю, как жить. Это вообще какой-то беспредел. Очень-очень-очень жизнь дорожает. Не считая лекарства и все прочее. Только вот на продукты, то, что необходимое, корзина. Конечно, если покупать то, что ты хочешь в нашей пенсии, это вообще мизер. Считая лекарства, ЖКХ, это вообще копейки мы получаем по этой жизни. Эксперты прогнозируют, что работать по новым правилам маркировки смогут только крупные производители. А это значит, что впереди череда банкротств мелких переработчиков молока. Есть один важный вопрос, кому и зачем нужна эта маркировка. Ведь вся указанная информация в коде и без этого нанесена на упаковку. Вряд ли потребители будут считывать информацию со смартфоном, если все уже написано на этикетке. Маркировка не может гарантировать обещанное качество и безопасность. Ведь производитель сам пишет информацию в составе и дате производства. Дополнительные лабораторные исследования для этого не проводятся. Маркировка может бороться только с контрафактом. Но в молочной отрасли его доля очень низкая. Маркировка – дополнительная финансовая нагрузка даже для производителей. Выпуск продукции, как следствие, подорожает, ориентировочно на 2-3%. А утромничная цена может стать существеннее и дороже. Так что россиянинам придется уже отказывать себе и в молоке, перейдя только на один хлеб. Олеся Алисюк, Валерий Бобкин, 41 канал. В Воронежской области резко ухудшилась демографическая ситуация. За год население региона уменьшилось на 18 тысяч человек. Это около 1%. Сейчас постоянное население региона составляет 2 миллиона 305 тысяч человек. В городе проживают 68% населения области. Это чуть больше полутора миллиона человек. В селах 738 тысяч человек или 32%. В 2020 году естественная убыль населения составила 19 тысяч человек и выросла по сравнению с 2019 годом на 44%. В прошлом году в области родилось 19 тысяч младенцев. Эта цифра на 3% меньше, чем в 2019 году. За этот же период умерли 38 тысяч человек, что на 16% больше, чем за предшествующий год. В 2020 году в регионе заключено было почти 12 тысяч браков и 9,5 тысяч пар развелись. По сравнению с 2019 годом число свадеб сократилось на 25%, а число разводов почти на 7%. В 2020 году на территорию Воронежской области из других стран и регионов России прибыло 40 тысяч человек. Покинули регион 39 тысяч человек. Миграционный приток населения составил меньше 1%. В пределах области переехали 28 тысяч человек. Дом на электросигнальной, построенный в 1900 году, может не дождаться капитального ремонта. Из-за дырявой крыши его стены практически не просыхают, а вода, попавшая на старую электропроводку, грозит устроить короткое замыкание. Почему городским чиновникам нет дела до людей, живущих в столетнем доме, выясняла Олеся Олесюк. Этот дом был построен в самом начале прошлого века. На лестничной клетке было по две просторные квартиры. После революции в доме сделали коммуналки. Улица Электросигнальная появилась в 30-е годы. На ней жили рабочие, расположенного неподалеку завода «Электросигнал». Задолго до строительства здесь промышленного городка дом номер 2 уже стоял. Рядом с ним была конюшня. Еще на доме долгие годы висела мемориальная табличка. Память о том, что в 20-е годы здесь собирались рабочие отряды. Для чего они здесь собирались, надпись стерлась. Разыскать информацию в архивах жителям не удалось. После войны дом восстанавливали пленные немцы. Наш дом вообще по истории относится к 1900 году постройки. Мы подавали несколько раз наш дом в фонд капитального ремонта, но почему-то его каждый раз откладывали. То есть он должен был быть в 19-м году, в 20-м году. Теперь до 22-го года его отодвинули. Если посмотреть на наш дом, то внешне он уже рассыпается. Даже там, где я проживаю, я здесь лично своими руками уже делал отмостку. Все ливневки порваны. Наша крыша протекает. У нас трубы сантехнические и водопроводные уже в не очень хорошем состоянии. Капитальный ремонт этого дома проводился частично в 1974 году. Тогда поменяли водопроводные трубы, подвели газ и установили газовые плиты. Наконец появились унитазы. До этого удобства были на улице. А на кухне были кирогазы или примусы. Здания еще в 70-е должны были, по слухам, расселить. Для жильцов был подготовлен новый дом. Но вместо переезда людей ждал ремонт. Да и по всем правилам его сделали только у тех, кто на тот момент уже занимал всю квартиру, а не комнаты. Таких было всего три семьи. То есть в прошлом были все квартиры коммунальные. А сейчас в нашем доме несколько квартир осталось коммунальных. Вот конкретно на втором этаже три комнаты, три семьи. В другом подъезде тоже самое, три комнаты, три семьи. Здесь все квартиры трехкомнатные. На сегодняшний день течет у соседей. То есть сначала думали, что течет от нас. А потом, когда к приходу слесарей, я набрала полную ванну. И они одни стояли в моей квартире, а другие этажом ниже. И когда говорят, открывайте, полная ванна воды вылилась, у них не капнуло. Они, что вы от нас хотите, типа, какие претензии. А то, что у людей лилось и льется, как-то не сильно беспокоится. Главное, уже воняет сыростью. Все уже про... там вообще... Ну, три месяца льется. А ведь у нас перекрытие деревянное. Сейчас гниют, они к нам на голову сварятся. Ремонтные работы в 100-летнем доме в очередной раз перенесли, говорят жильцы на 2022 год. Управляющая компания не спешит проводить даже временный или косметический ремонт. На все жалобы о том, что внутри дома по стенам текут ручьи, в управляшке говорят, рассказывают жители второго дома, что на месяц все жалобы уже расписаны. Ждите. Связаться с обеими коммунальными организациями нам не удалось. На звонки никто не отвечает. Видимо, коммунальщики ждут, когда дом отметит 200-летие. Строился он на славу, раз до сих пор цел. Простоит и еще. А после ремонтных работ еще неизвестно, что с ним будет. Вот поэтому, наверное, и оттягивают время. Олеся Лесюк, Сергей Трифонов, 41 канал. В Воронеже в рамках проекта «Томс Сойерфест» будет отреставрирован 100-летний дом на улице Помиловского, расположенный на месте усадьбы жены надворного советника Медведевой. Активисты планируют, что работы начнутся уже в середине этого лета. Принять участие в ремонте исторического здания может любой желающий. В 2018 году дом у Медведевой хотели присвоить статус объекта культурного наследия. Активисты надеялись, что это поможет уберечь 100-летние здания от сноса. Но в список вновь выявленных памятников этот дом так и не попал. Он считается типичной застройкой Воронежа начала 20 века. В кирпичном нижнем этаже были вспомогательные помещения и комнаты прислуги. На верхнем деревянном этаже жили хозяева. В Воронеже в связи с историческими событиями такого явления, как историческая среда, в конце 19-го, начала 20-го века в городе практически не сохранилось. И вот улица Помиловского – это одно из тех немногих мест, где именно эта историческая среда есть. Плюс у самого бульвара очень большой потенциал в туристическом плане и в рекреационном. То, что дом Медведева не стал объектом культурного наследия, возможно, даже пошло ему на пользу. Так бы он стоял еще долгие годы, дожидаясь реставрации. А теперь смогут отремонтировать общественники. Фасад дома выполнен в форме поздней эклектики. Включают отдельные элементы классицизма русского стиля, модерна и неорусского стиля. Мы можем заниматься его восстановлением, так как он объектом культурного наследия не является, никаких обременений на нем нет. Сейчас идет процесс как раз решения передачи безвозмездную аренду и планируется, что в этом здании откроется арт-пространство. Также в здании будет находиться Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Дом Медведевой в Воронеже – не первое историческое здание, которое реставрируется в рамках Томсуэрфеста. В 2019 году за 10 месяцев был восстановлен дом Мещанина Перетокина на улице Таранченко, построенный в конце XIX века. По мнению историков, некогда типичная архитектура старого города теперь уникальна, поскольку таких двухэтажных домиков осталось немного. Олеся Лисюк, Александр Панин, 41 канал. 30 мая в Воронеже торжественно открыли народный магазин «Галла Март». Чем еще удивили в этот день посетителей торгового центра «Московский проспект» в сюжете наших корреспондентов. Большим музыкальным праздником «Галла Март» отметил первое праздничное открытие магазина «Воронеже». Оно состоялось в минувшее воскресенье по адресу «Московский проспект» 129-1 в одноименном торговом центре. Чудесный магазин, народный, «Галла Март». Самый народный, самый любимый в семье магазин «Галла Март». Почему? Потому что он для каждой семьи, семейный. В этом магазинчике вы можете найти все, что угодно, все, что нужно семьям. Это и хостовары, и все, что угодно. Тысячи позиций. В этот день все гости могли насладиться выступлением легендарных «Иванушек Интернешнл». Со сцены прозвучали самые известные хиты, которые очень тепло были приняты зрителями. Это не все, чем «Галла Март» удивил город. Весь день 30 мая стал одним бесконечным праздником. Детские аттракционы, конкурсы, подарки, сладкая вата, попкорн. Скучать тут просто не было времени. Для машины у папы купили компрессор. Сейчас еще купим для бабушки банки и для закрутки крышечки. Это, наверное, больше семейный, добрый и поистине российский магазин, который показывает, что может быть товар не только качественный, но и доступен для всех. В народном магазине «Галла Март» вы найдете более 7 тысяч полезных товаров для дома и дачи. Технику, игрушки, инструменты, посуду, домашний текстиль и многое другое. Я уже прихожу сегодня третий раз. Первый раз я купила игрушки для своих внучат. У меня их четверо набрала. Второй раз я пришла, взяла посттовары. А сейчас вот тоже беру швабры. Очень все нравится. Цены здесь намного ниже, чем в других магазинах. К тому же каждый день действуют скидки, акции и распродажи. Мы всегда ищем новые возможности порадовать наших покупателей. Любим удивлять, организовывать настоящие праздники городские, на которые можно прийти всей семьей. Сейчас мы открыли свой первый магазин в городе Воронеже. И очень надеемся на то, что жители города по достоинству оценят наши широкие ассортименты и доступные цены, как это сделали миллионы покупателей по всей России. Мы организовываем такие акции, как второй товар за рубль. Они проходят только у нас. И всегда это разные категории. Товары для детей, текстиль, посуда, гаджеты и многое другое. Ждем вас за покупками в нашем магазине. А перед самим концертом Иванушек можно было получить главные подарки от народного магазина. Ими стали, например, денежные сертификаты на сумму до 60 тысяч рублей, детский электромобиль, телевизор и путешествия для всей семьи. Галина Жукова, Сергей Трифонов, 41 канал. А я напомню номер телефона редакции 41 канала 206-9406. Мы ждем обратной связи от вас. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. Это были все новости минувшей недели. Что готовит нам предстоящие? Мы расскажем в следующей программе «Итоги» на 41 канале. А я с вами прощаюсь. И пусть у вас будут только хорошие новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова